Денис, вы проводите на СНПРО турнир по армрестлингу. Расскажите, что там будет, кто будет из гостей, из участников? К сожалению, я еще не подписался под армрестлинг, потому что я спонсора именно на свой вид спорта не нашел. Клоков проведет турнир, который между собой, с Москвы ребята приезжают. Да, турнир будет, я буду в качестве гостя на этом турнире. Но я не беру на себя ответственность заявлять, что я провожу, потому что хотелось бы что-то серьезное провести, хорошее. Но, к сожалению, пока спонсора нет, я не нашел. Как относишься вообще к этой идее СНПРО с объединением всех силовых видов спорта? Ну как объединение? На самом деле это правильно. Есть на кого опять же равняться, к сожалению, это американцы. Есть там турнир, значит, наверное, Арнурд Классик, такой же фестиваль, к которому они двигаются. Ну вот, в принципе, в принципе, хотелось просто единственное отметить, то что там, наверное, больше спорта и минимум выставки. У нас пока наоборот. То есть я вижу много питания, мало спорта. То есть это у нас такие основные сейчас, но, насколько я помню, на Арнурд Классике около 50 видов спорта. То есть там чуть ли не метание дротиков есть, знаешь, ну то есть там они там в разных заведениях проводят. Я об этом читал, вот надо к этому стремиться. То есть надо все под себя подстегивать. Не олимпийское, можно что-то олимпийское. Нужно все-таки помогать не олимпийцам, как-то тоже выводить на такой уровень, чтобы мы олимпийцам сказали, вот, смотрите, как надо. Мы тоже что-то можем, и на нас идут люди, молодежь, зритель. И вот этим самым, может быть, будут привлекаться какие-то, опять же, спонсоры, какие-то деньги на развитие, проведение. Ты раньше выступал в словом экстриме, не собираешься ли возвращаться? Ну, там, как бы, вот это такой вид спорта, знаешь, он недолгожитель, к сожалению, ну, для спортсмена. Он очень травмоопасный, и тут нужно вот все вот правильно взвесить. Сколько в нем выступать, а стоит ли дальше выступать, оправдывает этот вид спорта себя, не оправдывает. То есть каждый должен взвесить, к чему он стремится, к чего он хочет. То есть если я в ПЛСе выступал, а выигрывал там чемпионат России, то, естественно, у меня, как бы, сейчас, если возвращаться, желание выступать на хороших турнирах не ниже этого уровня, понимаешь? Я понимаю, сколько сейчас для этого надо, чтобы вернуться, потому что ребята растут, ребята очень сильные и крепкие. И на сегодняшний день у меня есть мой любимый вид спорта – армрестинг, где у меня лучше получается. Я, как бы, при этом, помимо этого успеваю еще остальное все делать, работать, отдыхать в том числе. То есть перестраиваться на стронгмен, когда я чувствую то, что я сейчас далек от, идеально от пика, от идеальной формы. Ну, все взвешиваешь, понимаешь, что нет, не готов вернуться. Может, показательное шоу какое-то, что-то сделать из упражнений любимое, которое я до сих пор могу сделать, которое мне нравится, которое я включаю в тренировку даже как армрестлера. Да, могу. А есть такие упражнения? Что это за упражнение? Да, мне нравится покрышка переворачивать, там работает все. То есть приходишь, можно не идти в зал, покрышка достаточно для того, чтобы убить все. Такое, получается, базовое упражнение. И плюс мне нравится, как бы, акцентировать внимание, когда поднимаешь на бицину, да, то есть я дотягиваю руками, потом перекидываю. То есть здесь вот, опять же, кусок армрестлинга, да, у меня. Почему выбрал именно армрестлинг? В армрестлинг идут те, у кого превалируют руки. Ну, как выбрал? То есть я как бы до стронга армрестлингом занимался, я тогда уже чемпионат Украины выиграл 65 килограмм, да? То есть, блин, ну, на тот момент такого выбора спортивных, ну, не было, да, секций. То есть были гири, я пошел на гири. Было джидо, футбол, то есть я, в принципе, хватался за все, пытался тренироваться, работать там, где мне нравится. То есть я пробовал везде, что-то понимал, что что-то не мое, мне не нравится. Тут там плавание, там футбол, понятно, что я как бы, мне что-то нравилось все-таки на силу работать, да, быть сильным. Ну, и как бы армрестлинг вот появился, тоже вот начал, начал с верстника выигрывать, постепенно перестраиваться там на другой возраст. Ну, и так вот постепенно-постепенно перешел на такой уровень серьезный. Понимаю то, что как бы силы и желание есть пока продолжать, здоровья хватает, тут утрам нету. Поэтому, как бы, в принципе, можно идти дальше, бороться, выступать. Не было ли мыслей попробовать себя в каком-то другом силовом виде спорта, например, может быть, более финансово выгодно? Ну, как, например? Пауэрлифтинг. Финансовый, покажи мне, покажи. Давай у Миши, ой, у Кирилла спросим. Я тебе скажу то, что у нас в армрестинге турнир был, с хорошими призовыми, я думаю, в пауэрлифтинге такого даже не было призового, как у нас на турнире. Но, к сожалению, есть такие моменты, как кризис, и, к сожалению, ну, и бьет по карману спонсора, и они отказываются от этих турниров, к сожалению. А так, стронгмен, то есть, если мы берем, то там всего один-два турнира, там, где можно реально заработать. Остальные, если вы спросите у Миши Кокраева, это нереально. То есть, такие же призовые у нас в армрестинге есть. То есть, то, что касается неолимпийских видов спорта, это вот все вот там. Очень мало. Сейчас многие из себя начинают пробовать в бодибилдинге. Вот Клоков попробовал, Бадюк попробовал. У тебя никогда не было такого желания? Нет, там, где оценивают жюри, у меня желания никогда не было и не будет. К сожалению, я не собираюсь там в плавках перед кем-то ходить для того, чтобы меня оценивало жюри. Ну, то есть, мне неинтересно. У меня, как бы, понимаешь, свое видение. То есть, есть бодибилдер. То есть, почему бодибилдер придумали там пропорции вот именно тогда? То есть, есть какие-то, скажем, более мощные ребята, с широкими талями, но тоже накачаны. Почему они там уже по пропорциям не подходят, да? То есть, должно быть тогда, чтобы это было интересно всем, какой-то там, придумали же мэнс-физик, да? Так как богатырь-физик, да? Ну, то есть, я так подумаю, блин, есть же ребята здоровые, которые просто тоже приходят, на них интересно посмотреть. Ну, да, может быть, где-то у них там непропорционально, если сравнивать с билдерами. Ну, блин, когда он в футболке на улице идет, то есть, блин, у тебя же все равно в голове там у любого, да? О, качок. Да, там, допустим, на Сарычева смотришь, то есть, муж никто не спрашивает, а ты что, пауэрлифтер, наверное, занимаешься? Ты что, качаешься? Да, качаешь в том числе, поэтому, как бы, какие дисциплины сделай, там, где вот не обязательно сидеть на диетах, на безугреводках, просто вышел богатырь с мячом, хо, ха-ха-ха, и победил. Ну, в таком случае может быть интересно. А так, конечно, ты же реально смотришь на вещи, ты же видишь, какие билдеры выходят, ты же смотришь на себя, ты понимаешь, что ты, ну, то есть, ты должен был изначально этим заниматься, чтобы все это контролировать, а сейчас уже все, поздно, и ты конкуренцию им не составишь, так просто, так, для себя повеселиться, посмеяться, ну, да, ну, было дело, попробовал, ну, большие, да, планы не загадывать на этот спор, так, чисто приколоться. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok